всем привет мы на как мы по-прежнему на конференции linux питер хотя на самом деле конференция закончилась час назад нас последний наверное сегодня гость в нашей студии саша коржановский да саша они все зрители наверное знают тебя ты сегодня выступал с докладом представься расскажи для начала себе где чем я вчера закладом вчера я к сожалению уже снял больше уже конференция кончилась занимаясь я у нас два бизнеса один это консалтинг и разработка на заказ производительных решений как раз для linux x86 сектора и делаем мы быстрого обработка сетевого трафика либо системы хранения занимаемся уже этим достаточно давно накопили опыт и четырнадцатом году начали свой собственный продукт разрабатывать это консорсный продукт компания новая называть симпес technologies и делаем при конечно дейвери контроля в open source и вот то что и делают большие машины типа f5 citrix а мы такое делаем в open source это гибрид htp активатора файлова от balance в общем все все и с упором на высокую производительность а ты в команде кто сел я сел владелец и собственно основной разработчик чем песты как 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 это обычно и бывает видимо вот стартап у нас а то ты выступал с докладом о чем был твой доклад собственно я сказал по темпесту чем она отличается почему мы ее стали делать чем не устраивали текущее решение может достаточно давно в этой теме еще в девятом году на начинали проект с мастер хвостом тогда у нас была задача сделать какое-то решение для adidos превеншена начинают смотреть на nginx на ядерные акселераторы типа такс нам это все не понравилось я об этом рассказывал что не понравилось и о том как мы делаем темпесту что у нее есть уникального что отличается от другого в open source и в коммерческой заработке коротко основные тезисы что отличается ну и ну прежде всего мы начинали с того что мы хотели построить гибрид htp акселератор и firewall то есть сейчас ddos атаки это не редкость многие с ними сталкиваются соответственно хотели построить решение которое работает всегда хорошо чтобы вы могли доставлять контент и в условиях просто высокой нагрузкой на пол посетителей под ddos как только мы стали это делать мы поняли что обычный акселератор типа nginx или там ванише что угодно они по целом ряд причин не удовлетворяя производительности большое количество контекст свечей копирование на маленьких данных это достаточно низко производительный htp-парсер и собственно сам webcache соответственно мы стали переделывать всю архитектуру у нас векторное вычисление в сроках очень быстрый парс специализированная структура данных для отработки контента и собственно сам htp акселерат он работает внутри степи ip linux и получается что htp это такое логическое продолжение у нас есть ethernet айпи ттп все в ядре над ним htp он мы считаем что это такой же протокол такой шка-мойте как это себе ну то есть ну 90 процентов графика в интернете ты спешного этаж теперь мы делали статью на хаббр давай вернемся к ней же и вопрос в общем-то оттуда же первый вопрос какие изменения в линуксе в экосистеме для вас для тебя оказались важны за последнее время один там три года что что такого изменилось для меня тяжелый был вопрос поэтому я сказал что просто это тимпест fw появление на самом деле на него тяжело ответить потому что линукс это очень динамичная система то есть в отличие от того же vsd который достаточно константный есть время что-то меняется и трудно сказать что вообще относится к линуксу что нет например после того как я ответил на вопрос про письмо я тут же вспомнил появление intel on tsx технологии ее интеграция в линукс до появились у нас в липсе mutex и на tsx и пытаться в ядро это запилить и так далее и соответственно как будто с одной стороны это железо с другой стороны это изменение в линуксе вот на данный момент для меня актуальные решения htp серверов в юзерспейсе соответственно вынос из пи пистека в юзерспейс появление нетмэпа нетмэпа это наверно 2012 год да это наверно чуть раньше но сейчас ставили появляться в юзерспейсе стеки и htp сервера типа cdb она использует htp-шный сервер seastar который как раз на в юзерспейсе полностью работы то есть пистер держит в юзерспейсе то есть достаточно много всего фейсбук работает с вводом-выводом до оптимизирует достаточно чего ожидаешь чуть-чуть что хотелось бы ближайшее время ожидаешь хотелось бы что хотелось мне вообще достаточно интерес технологии собственные и транзакционной памяти и не волатильный не волатильной памяти лама соответственно если как бы они будут дальше развиваться мы можем увидеть вас данных которые собственно ну как другого принципа да что вы полностью работаете вам выпускает транзакции вами на процессоре и у вас при выключении всего константно соответственно диски вам с ней работают такие технологии интересные в линуксе наверно вот больше в плане выноса из ядра кита сервисов но стороны переданы следующий вопрос он такой немножко уже не про линукс совсем не про линукс мы идем по тем же вопросом что со всеми стандартный набор вопросов а что тебя ты уже слышал наверное должен был сформулировать что тебя тронуло за последнее время из вас из мира высоких технологий которые динамично развиваются очень быстро за последнее время я не знаю я там 3d принтер и илон маск со своим со своей программой полета на марс медицина может вот тронула как раз я сказал транзакционная память и не волатильная память это интересные технологии мне кажется они достаточно ну повлияют на технологии если это и случится то мы вообще другие операционные системы увидим из общего ну сейчас она тоже как бы тяжело вспомнить ну вот эта память оба дня был на докладах ходил или ты как бы свой приехал посмотрел хотел ли ты на доклад да конечно что понравилось больше всего но сегодня опять же вспомнил это видео космодемьянская достаточно интересный доклад он близки к нам мы в своей концертной деятельности занимаемся базами данных вы ли хороший доклад был по интернет вчера был неплохой доклад у эмси дэва по пейсмейкеру тоже мы периодически с ним сталкиваемся вообще как бы конференция на уровне здесь интересно что достаточно узкие специалисты и принципе если я хожу на доклады я более-менее ориентируюсь в них и также вот когда я докладывал люди ориентируются хорошо понимают что я рассказываю а вот продолжает твою мысль про конференции а сам какие конференции кроме нашей больше рекомендовать куда-то сам ездишь что посещаешь не только может быть в россии какое впечатление конференции может быть в сравнении даже я очень много докладывать на холоде на конференциях олега бунина с девятого года конференция там хороша очень на нее рекомендую сходить был на пирконе life если по базам данных тоже отличный конференции там все баз данных показываются вот на сейчас больше не вспомнить таких вот две основные конференции европу удается выбираться или это скорее штаты и лоб наверно нет а в штатах что посещал вот последний раз это было как он alive была научная конференция в канаде была объемская конференция коском вообще какое впечатление такое общее впечатление конференции и ожидания были оправдались не оправдались чего хотелось бы на следующий год но я первый раз у вас стать один спасибо за приглашение вот но у первых причем бы то есть я примерно знал что аудитория здесь небольшая но с другой стороны сам по себе ивент организация очень высоте и ну как бы обычно из маленькой тренсит она обычная сечков и здесь наоборот как бы все очень на уровне маленькая конференция но международная да да она очень все хорошо сделано и фоне там вот когда спеки под позву меня то этом организации того как вот в каких маленьких деталях там о том как выходите да там микрофон и прочь то есть это все такой очень на уровне в плане организации здорово что я слышал интервью саши чистякова в моей смай с моей точки зрения когда российская конференция она именно российская и все доклады идут на русском то западным докладчиком здесь становится тоскливо они ничего не понимают и сидеть с переводчиком не хорошо по его поэтому этом плане хорошо что 10 английский язык достаточно много русский спикер идет на русском для себя хотелось бы больше людей из основного ядра может быть там дэйв миллера еще по вот то есть основных контрибьютов если был бы можно было бы увидеть на конференции было бы очень круто но мы сделали клиент там еще что-то да вот это золото здесь были контрибьютеры достаточно сильные но если можно было бы увидеть там вот еще там таких но потихонечку мы уже в этом году сделали очень большой шаг уже ожидаем что на следующий год еще какие-то люди интересные подтянутся согласен вот кто там да мы точно это надеемся а твое отношение к тому что она была такая англо направленная конференция вот я сказал мне наоборот это скорее не смущает мне скорее это нравится то есть я сам по себе стараюсь как можно больше чтобы английского было но это хорошо это и собственно спикер будут западные с большим удовольствием приезжать поскольку для них тоже будет полезно в том числе но и комфортно и приятно то есть ну как бы русский язык это же как бы не мейнстрим и если человек приезжает он ничего не понимает здесь и для него будет дискомфортно сходи у нас вы доклад а дальше два дня пить да 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 либо уезжать либо уже это что и то и другое как бы не очень продуктивно согласен традиционный такой вопрос завершая может быть наш небольшую беседу какая операционная система на домашнем на рабочем у тебя наверно один да может один ноутбук и почему вообще когда давно у меня был солярий стоял стоял фри бсд потом когда я понял что в основном речь которыми работаю как бы это линукс у меня остался только линукс был генту мне нравилось сначала то что он как фри бсд все собирают у себя потом меня просто перестал хватать времени на трабл шутинг я поставил себе сейчас фидору и в общем вполне ей доволен и сам спасибо большое что ты уделил нам вам что приехал выступил с докладом надеюсь на следующий год тоже еще увидимся буду рад всем спасибо пока